Это наша пухня. Маленькая, но зато своё. Эти новосёлы, кажется, и не верят, что наконец-то зашли в свою квартиру. Расселя с мужем ждали трёшку четыре года. На такой срок затянулась сдача дома. Всё это время им с ребёнком приходилось жить у родителей. И вот, наконец, можно переезжать. Правда, сперва придётся делать ремонт. В квартире пока лишь черновая отделка. Обещали, конечно, чистовую, но так тоже рады, хоть так сделали. На воселье здесь вскоре отпразднуют сразу 152 семьи. Столько числилось в обманутых пайщиках, когда застройщик бросил свой объект. Работы здесь прекратились в 2015-м. А когда в дело вмешалась прокуратура, выяснилось, что деньги пайщиков были потрачены не на строительство дома, а на личные нужды руководства. Бизнесмены получили реальные сроки лишения свободы. Причём продавали они квартиры, как хотели. То есть им надо, допустим, 3 миллиона в карман, они продавали за 3, им надо 5 миллионов. Они покупали машины друг перед другом, они покупали любовницы машины. То есть жутко что. И он сегодня в суде, начиная говорить, что он не мошенник, что он не уголовник. Да как 152 квартиры обмануть? Пока шло следствие, стройка стояла. Сменилось и несколько новых застройщиков, которые должны были взяться за проблемный объект. Доведённые до отчаяния жители устроили голодовку. Теперь они уверены, только эти крайние меры помогли им достроить дом. Только такие действия и помогли решить эту проблему. То есть у нас есть чат с пайщиками и дольщиками по всей России. И ребята со всей России пишут, как вам такое удалось. Проблема решилась благодаря вмешательству Министерства строительства. Оно предоставило застройщику бесплатный земельный участок, компенсировав таким образом затраты на строительство. Но так повезло далеко не всем обманутым дольщикам региона. Ещё более тысячи человек продолжают ждать своей квартиры. Сегодня мы планируем, что вот уже 2400 человек уже получили возможности заселиться в своей квартире. Мы планируем, что ещё до конца года несколько объектов будут достроены. И на следующий год у нас останется необходимость решить вопрос ещё около тысячи человек. Расселить всех обманутых дольщиков в регионе планируют уже к 2021 году. К этой дате хотят ввести в эксплуатацию уже имеющиеся долгострои, а вот новых появиться не должно. В этом году заработал новый закон. Он защищает деньги дольщиков. Теперь строители получают оплату только когда стройка окончена. Анжела Брик, Влад Клупаев. Главные новости Екатеринбурга.